Доброе утро! С вами утренний дозор на 360. Так, так, куда же мы отправимся сегодня? Мы проведем дозор на станции метро Грушевка. Пойдем со мной. Добрый день, девушка. Инспектор службы безопасности Кемицкий. Будьте добры, пожалуйста, пройдите на зону досмотра. А вы знали, что только по итогам 2018 года сотрудники Минского метрополитена выявили около 4 тысяч предметов, запрещенных к перевозу? А какие же предметы перевозить в метро нельзя и почему, узнаем прямо сейчас. Запрещается заходить на станцию метрополитена с мороженым, другими продуктами питания и напитками в автор этой таре. Велосезон в самом разгаре. Можно ли с велосипедом в метро? Да, можно. Если размер велосипеда в сумме измерений по длине, высоте и ширине не превышает 200 сантиметров. Если лучше указанный размер по сумме измерений превышает 151 сантиметр, то за провоз велосипеда в метрополитене нужно дополнительно оплатить. То есть я покупаю жетончик для себя и для велосипеда? Да. Если у меня упал телефон на рельсы, а поезда еще нет, смогу ли я его поднять? Ни в коем случае нельзя этого делать, потому что на путях метрополитена проходит высокое напряжение, опасное для жизни человека. А вот эта желтая линия, она что-то запрещает? Можно я туда пройду? Эта желтая линия ограничительная, она запрещает пассажирам до полной остановки поезда заходить за эту желтую линию. Так, так, чей-то рюкзак. Скажите, пожалуйста, это не ваш рюкзак? Это не ваш рюкзак, не знаете, чей он? Ни в коем случае не берите в руки неопознанный объект, а сразу отправляйтесь к устройству экстренной связи. Здравствуйте, я нашла чей-то рюкзак, и никого рядом нет. Что мне делать? Естественно, сразу же среагируют специалисты турбобезопасности. Они придут, металлодетектором просмотрят данный предмет на наличие металлических предметов. Можно ли во время того, как движется поезд, ходить по вагону? Поезд может резко разгоняться, может быть, притормозить, в зависимости от ситуации. И чтобы мы не пострадали, конечно, лучше всего держаться за поручкой и делать это вот так. А мы что, с вами нарушили правила? Ну, немножко... Запрещено слушать наушники на платформе. Дело в том, что вы можете задуматься и не слышать сигналы, которые передает сообщение, которые передает дежурная по станции. Вдруг надо покинуть срочно станцию, вдруг возникают какие-то непривидные обстоятельства. Метро живет в ритме города. Каждый день метрополитен перевозит от 800 тысяч до миллиона пассажиров. Узнаем у пользователей метро, как они относятся к работе сотрудников службы безопасности столичной подземки. Отлично. Пропустили все хорошо, по правилам читали, что можно. Ну, они все правильно делают. А что все правильно? Проверяют сумки, смотрят за подозрительные люди. С одной стороны, понимаю, что это необходимо. Но, с другой стороны, иногда это занимает драгоценные минуты. Метрополитен – это огромный механизм, без которого большому городу ох, как непросто. И чтобы этот механизм работал как часы, и подземное перемещение было комфортным и безопасным, правила пользования метрополитеном знать мало. Их еще и выполнять надо. А с вами в утреннем дозоре на 360 была я, Настя Рудская.